Всем привет, дорогие друзья! С вами Бэт Плея, и это второй Бэйт-подкаст на нашем YouTube-канале. И не только на нем, мы выложим его еще и на SoundCloud, и, возможно, в Telegram, если Telegram позволит. Но прежде чем я передам слово Дэнди и Леброну, чтобы обсудить жизненно важные темы для нашей команды, и не только их, мы бы хотели рассказать вам о конкурсе, который проводит наш партнер, компания Rivalry, с призовым фондом в 1500 долларов. Его условия вы сейчас видите на своих экранах. Забегайте на сайт rivalrybait.com и участвуйте. Ну и, конечно же, выигрывайте. Конкурс закончится 30 апреля. Желаем вам удачи и, конечно же, победы. Дерзайте. А мы пока пообщаемся с ребятами и спросим у них, что они там опять натворили. Вечно у них что-то происходит. Привет, ребят. Привет всем, что слушает. Привет. Привет, слушателям. Начну я с Леброна, потому что с Данем эту тему обсудили, но Леброна просто вкратце нам расскажет. Я знаю, ему есть что рассказать. Леброн, как проходит твой карантин в Сербии? Зайбис. Играем доту. Кушаем, играем доту. Расскажи про режим серба, который жили в стране. Да, очень интересно послушать. До пяти часов надо быть дома. До пяти часов? Да. Позже пяти часов полиция, you know? Мю-мю-мю-мю. То есть после пяти часов на улицах только полиция? Да, и работники, как сказать. Как сказать? Food delivery, maybe. А, ну, больницы работают, доставка еды работает, да? Да, и это всё. Да. Ничего лишнего работает. Понятненько. Ну, а если ты заходишь, как сказать, на улице, ты будешь штрафить тысячу пятьсот долларов, я думаю. То есть если ты вышел на улицу после пяти часов вечера, даже если неотложное дело, ты платишь полторы тысячи долларов штрафа полиции? Да. На месте? Сейчас так, да. На месте. На месте платишь. На месте семьсот пятьдесят, правильно? Да, да, да. Хорошо. Какие у тебя там есть увлечения дома, кроме доты? Ты хоть что-то делаешь, помимо игры в компуктер, пока сидишь дома? Или только компуктер? Ну, смотрим кино. Как сказать, кино, но фильмы, фильмы. В сезонах? Нет. Ну, один фильм, можно сказать. На два дня. Давай, я сразу закрою эту тему, потому что рано или поздно этот вопрос нужно будет задать, либо он обязательно. Лучше сейчас закрыть. Три твоих любимых фильма. А, у меня нет такой випа. Ну, хотя бы два есть. Я нет эксперта. Последний фильм, который ты посмотрел, и тебе понравился. Ну, я посмотрел, когда был на Bootcamp Parasite. Ну, это была транслация на русском. А сейчас я смотрел с женой на английском. Ну, на корейском с английским титлом, you know? Титлом? Титлом, титлом. И это меня больше нравится, когда актор говорит на своем языке, а нет на транслах. А, то есть ты любитель почитать субтитры. В принципе, правильно. Ладно, закончим с этим карантином Леброна. Он очень веселый, судя по его рассказу. Перейдем к насущным новостям по команде. Нас только что позвали на ESL и на Vplay. Крупные лиги. И возникает несколько вопросов. Я попробую включить мод хейтера сначала, а потом мод фаната. Чтобы мы, так сказать, охватили полной краски происходящего. Первое. Первый вопрос. Я хейтер. Я задаю вопрос. За какие заслуги-то, ребят, в этом оказались? Так. У нас Супермен. Супамида. У нас Суперсерп. Супамида. Вопроса нет, пожара нет. Алло, бляд. Супамида намит. Суперсерп у нас на пятере. Ну, парни. Как проходите против минус модус? Просто не играй ты. Лучше ты едва, это ловнет. Изи. В общем, как вы считаете, эта система, она достойная замена мажорам? Или можно было сделать лучше что-то? Это не есть конкретная замена мажорам, потому что это не ДПЦ турнир. То есть за это не дают ДПЦ очков. Все это турнир, просто турнир. Ну, как бы... Да, он однозначно, наверное, выступает как замена. Словно тем турнирам, которые не произошли. И это все равно круто в данный момент, учитывая, что, да, условно, Лана этого не будет. Вот. Что ребята все-таки делают этот турнир для зрителей, для игроков, для всех. Есть расхожее мнение, что интернешнала может в теории не быть. И если, допустим, интернешнала не будет, в том виде, в котором мы привыкли его видеть, то, может быть, ДПЦ и система сама по себе уже не будет работать до конца сезона. И тогда получается, что эти лиги — это максимум того, что Дота может иметь в этом году, например. Нет? Если это так, то получается, что эти лиги — это замена как раз ДПЦ-мажором. Ну, чего гадать, чего гадать. Посмотрим. Понял. Леброн. Да? Что ты думаешь про эту систему и насколько она верна сейчас? Вот именно в том формате, который предполагается. Чисто инвайты, квалификации не объявлены. И просто вот людей пригласили играть, а не играют. Это хорошо за нас, что могу сказать. Ну, I like it. Ну, мне нравится. Потому что сильная команда играет в Европе ТИС. И будет хорошая битва. Хорошая за игроки, хорошая за зрителей. За все будет хорошо. Потому что будет очень много игр и будет все... Леброн, скажи другими словами. Скажи. Турниры, когда приглашают, имеют право приглашать все команды, которые они хотят. Которые они считают правильно для них. То есть, сами решают, кого приглашать. Имеют на это полное право. Поэтому, в принципе, все, что происходит, это нормально. То есть, это не ДПЦ-турнир. ДПЦ-турнир, там, да, однозначно все должно быть идеально правильно, идеально четко. То есть, были бы, скорее всего, и открытые квалификации, и закрытые квалификации. То есть, все бы это было. Вот. Я согласен. Хорошо. Мод хейтерства закончен. Включаем мод фаната. Как вы к этому турниру подходите? Опять квалификации свалились. Ой, сам турнир свалился на голову вчера. А объявлено, что 28-го мы уже, как бы, и играть вроде как его должны. Я понимаю, что еще нет расписания. Но на официальном сайте ESL объявлено, что 28-го числа стартует турнир. В каком формате, непонятно. Какие там сетки, тоже не ясно. Как команда к этому турниру сейчас будет подходить? В каких кондициях? Каждая команда, наверное, по-разному. Я пронашу. Я пронашу. Остальные, понятно. Да. Мы находимся на этапе опять построения распутия. Потому что, открою занавес, тайну, мы с Саньком Пио расходимся, скорее всего. Поэтому у нас опять, как бы, такой вот этап усовершенствования. Если Пио, как ты говоришь, с Пио 65 мы, скорее всего, расходимся, это означает, что он не доигрывает? Или команде с ним просто не найти общих каких-то соприкосновений? В чем причина? Ну-ка, Леброн, давай попробуй, ты расскажи. Ну, Санек. Хороший парень, но... Парень, но... Думаю, он молодой, зеленый, но... Как... Молодой, зеленый, все верно. Да. Думаю, Санеку надо время, чтобы он стал лучше. Да-да, времени сейчас у команды на это вроде как бы и нет. То есть получается, что всегда все кричат, там, да, условно, давайте молодых, молодым, дорогу, там, туда-сюда. Вот, вот мы взяли молодого игрока, но ему однозначно еще очень много чему нужно научиться, поучиться. На это все нужно время, потому что так быстро, ну, невозможно это все схватить. По его кандидатуре, это вот именно по этому решению, это было решение больше лидера команды, то есть тебя, или это все-таки вся команда единогласна? То есть не было никаких лагерей, там, по этому поводу или еще чего-то? Нет-нет, мы все вместе приняли решение. То есть решение было принято до инвайтов всех этих, вот на ESL, на Vplay? Да, абсолютно до, и, скажем так, ну, реально, мы, и я со своей стороны постарался дать максимум времени Саньку раскрыться, и постарался со своей стороны помочь ему, ну, то есть, как я могу. Я с ним и общался, обсуждал всякие вопросы, поднимал всякие темы и так далее, и так далее, и так далее. Мы могли продолжать и дальше играть, и стараться решать, то есть, какие-то вопросы, улучшаться, прогрессировать и так далее, но я думаю, у нас просто сейчас такой этап, что у нас нет времени, то есть, поэтому нам нужно пробовать двигаться дальше. А Санек, в свою очередь, ну, как бы, опять же, то есть, я ему благодарен за то, что он нас выручил, я думаю, он тоже получил определенный опыт с нами, то есть, он тоже много чему учился, скорее всего, что-то для себя понял, вот, он, он очень, он, скажем так, ну, талантливый на самом деле игрок, у него очень крутая память, например, вот то, что я могу выделить, то есть, я очень мало игроков встречал с такой памятью, он прям все помнит, помнит там досконально, вот, и я уверен, что если было бы больше времени, реально, то он бы, скорее всего, ну, проявил себя, возможно, мы где-то, как команда, не давали ему тоже раскрыться, то есть, где-то он хотел что-то делать так и так, вот, но команда, то есть, он уже, возможно, не было у него какого-то авторитета в команде, чтобы люди к нему прислушивались, потому что, ну, во многих моментах он, может, тоже был где-то прав, и просто команда к нему не прислушивалась, поэтому я уверен, что это решение, ну, ну, как бы, хорошо и для него, и для нас. Лебран. Лебран. Да. Ты играл с Саньком на линии. Да. Ты был его левой рукой, правой рукой. Плюс-плюс. Вот, я думаю, от тебя оценка по Саньку будет более объективной, нет? Угу. Как игроку на лайне непосредственно, ну, то есть, больше взаимодействия у тебя было именно с ним и у него с тобой, правильно же? Да, да, да. Думаю, Санёк нужно больше говорить командой, что он хочет, что ему надо. Тут тоже спорно, на самом деле, Леброша, то есть, может быть, ему, ну, как бы, он достаточно говорит, может, мы недостаточно говорим, то есть, тут тоже спорно, конечно. Тут, в общем, весь вопрос упирается, я попробую резюмировать, весь вопрос упирается во время. По большому счёту с Пио всё может получиться, но не на такой короткой дистанции. Правильно ли? Ну, как, всё верно только, единственное, что дистанция не была настолько короткой. То есть, у нас было практически два месяца, мы играли вместе, чуть меньше, то есть дней 50. Это довольно-таки длинная дистанция. А это не какая-то вещь а-ля нашли крайнего? Потому что зачастую именно так это воспринимается в аудитории, а вот нашли крайнего, как будто только в нём проблема. Нет, конечно, у нас проблемы, то есть, нам есть ещё над чем работать и что фиксить. Вот, но такое вот решение мы командой приняли. Какие проблемы у Леброна? Даня, давай, сливай нам Леброна. Какие проблемы у Леброна? Алло, бляд, у меня нет проблем, я 9к, алло. 9к, понимаешь, Егор? Я первый игрок. Хорошо, раз ты 9к. Я топ-1. Раз ты 9к. Раз ты 9к. Игрок в СИС. Ты топ-1 пост-5 плеер в СНГ, правильно? В СИС, да, конечно, кто? Хорошо. Особенно в Европе играет. Если ты 9к игрок, то какие проблемы у Дани тогда? Ну, у Дани нет проблем. Что-что? Hero Ball. Ну, у Дани нет проблем. Я думаю, у Дани всё нормально. Хорошо. Hero Ball. Даня, что там Леброн шепчет? Ты разобрал? Да, он рофлит, он рофлит. Понял, он рофлит. Хорошо. В каком качестве Pio сейчас будет находиться? Я так понимаю, что ESL One мы уже играем без него. И он как? Он остается на замене, на контракте, он свободный агент. Кто он, чтобы люди знали? Пио, у нас с ним была договоренность, что у нас определенный срок вместе. И в обе стороны мы можем принять решение, хотим ли мы продолжать вместе играть или нет. Это была чистая такая договоренность, поэтому он свободный агент. То есть он может спокойно дальше играть, выступать с кем-то еще, если у него есть такое желание. То есть никаких проблем. Понятненько. Хорошо. У вас какие-то есть уже кандидаты на то, как рассмотреть имена? Или вы пока все в секрете держите? Да, в данный момент мы поиграли с Excalibur и приняли решение, что будем играть вместе. А Excalibur это чей игрок? Да, недавно играл в команде Singularity, а сейчас он свободен. Он из Швеции, да, вроде как, если я не ошибаюсь? Да, из Швеции слэш China. А ребят из СНГ вы не тестировали? По поводу ребят с СНГ рассматривали несколько вариантов, но в итоге остановились все-таки на Excalibur. Excalibur уже будет на контракте или все еще в роли тестируемого игрока? Excalibur будет уже на контракте, то есть мы подписываем его с первого часа. А он же вроде был мидером, нет? Да, он был мидером, но его душа лежит, скажем так, керри. И вообще в матчмейкинге он играет и на миде, и на керри постоянно. То есть он меняет эти роли у тебя. Сейчас я задам самый популистский вопрос в мире. Какой у него рейтинг? Какой у него МР, по-моему, на данный момент в топ-7 ранг, я не знаю, сколько это МР, я думаю, близится к 10. Ну, я это имел ввиду, что он в топ-100, топ-50, топ-20, топ-1000 и так далее. Понятно, топ-7. И команда будет теперь говорить, я так понимаю, на английском языке? Да, все верно, теперь мы общаемся на английском языке. То есть, в принципе, у меня уже был такой опыт когда-то в Na'Vi. Мы играли с Кроки, с Пупеем, когда мы общались наполовину на русском, наполовину на английском. Сейчас у нас в команде все довольно-таки нормально разговаривают на английском языке. Абсолютно и Ренат, и Андрей, и Леброн. У нас с этим проблем нет, поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. Ну и отлично. Ладно, перейдем к более казуальным вещам, к более, так сказать, СНГшным скандалам, интригам, расследованиям. Вы, как проигроки, должны высказать свое авторитетное мнение по поводу ряда вопросов, которые возникают вокруг нашей сцены. Давайте, ребята, пора, так сказать, движ наводить. Я сейчас скажу имя, которое среди проигроков называть нельзя, как Волдеморт. Травоман. Травоман, о котором я очень много слышал негативного фидбэка, как в текстовом варианте, так и в голосовом, от именно про комьюнити. То есть от игроков профессиональных, от стримеров с высоким рангом, то есть от тех людей, которые попадались с ним, попадаются. И которые даже на Лоу ММР играют, там есть такие стримеры, которые тоже страдают от травомана, от его, так сказать, влияния. Как вы, вот вы наверняка попадались с травоманом, правильно? Хоть раз в жизни. Попадались. Попадались. Наверное, и не один раз. И самое расхожее мнение по травоману, что этот чувак делает игру ужасно неинтересной, унылой и неиграбельной сразу для девяти игроков, зашедших в одну игру. То есть как для своих тиммейтов, так и для противоположной команды. Это самое, наверное, частое, что я читал и видел про Т-часа. Вы как относитесь к этому? Вот вы. Что вы об этом думаете? Правильно, неправильно и так далее? Я считаю, что травоман абсолютно нормальный парень. И он действительно ведет себя очень адекватно. Он старается давать хороший пример комьюнити, как надо себя вести в играх положительно и так далее. Не гореть и всего подобного. То есть в этом мой огромный респект. И со стороны проигроков я тоже могу понять в том плане, что никто не любит играть с Техисом, никто не любит играть против Техиса. То есть на хай рейтингах просто люди не любят, когда Техис в игре, потому что выходит с этим героем так, что кроме Техиса никто не получает удовольствие. То есть не те, кто с ним в команде, не тем, кто против него в команде. И поэтому все, в принципе, с этого горят. Но по факту это не является проблемой травомана. То, что ему нравится этот герой, он этим героем играет. И он на этом герое играет круто. То есть много фишек знает. И даже люди там у него учатся. То есть некоторые проигроки пытаются что-то для себя перенять, чтобы потом в официальных играх где-то использовать это как фишечку. Просто это, ну, проблема в том, что этот герой как бы есть, да, в доте. То, что он так сбалансирован, и вот он такой. То есть то, что его таким сделал IceFrog или Valve, я не знаю, кто правильно там условно, кто балансом занимается. Вот в этом проблема. Но это никак не проблема травомана. Хотите, поменяйте героя. Вот хотите все остальные использовать этого героя. Но вроде как бы общепринято на про-сцене этим героям не играть. Да, условно. Именно в матчмейкинг. Потому что, вот как я и сказал, получают удовольствие только этот герой, все остальные получают негативные эмоции. Вот поэтому общепринято, никто им и не играет. Вот. И все, кто им играет, их как бы недолюбливают, да. То есть к ним относятся как-то предвзято. Вот. И так далее. Но это не, опять же, я не считаю, что это проблема травомана. Это проблема самого героя. То есть надо поменять героя, тогда не будет проблем. Либо что. Так. Я тоже, как Даня, думаю. Травомана нет проблем, проблем герой. Но я, например, у меня похуй играет против Техеса. Потому что я тоже играл на Техесе. Я учился, когда я играл на четверке. И мне нравится герой, когда я играл. Это просто глупо. Это не имеет сенсы, да, условно. То есть что-то гнать на человека, условно. Если этот герой есть в доте, и ты можешь играть, то ты им или играешь, или не играешь, это уже твои проблемы. Ну хорошо, смотри, смотри. Почему люди еще относятся к травоману так, как они относятся? Потому что он использует именно этот аспект, что людям не нравится, кто с ним в команде и кто против него, в пользу своего контента. То есть когда ты заходишь в игру, ты уже спровоцировал 9 игроков на какие-то эмоции, они их проявляют из-за того, что ты пикнул Техеса. И ты идешь, делаешь, допустим, контент на ютубе сразу с проигроками. И сразу там вот, ноуан сгорел, этот сгорел, этот меня обматерил, этот вот такой плохой. И начинается тыканье пальцами. Вот смотрите, я взял героя, которые есть в доте. Вот я зашел просто поиграть в игру. Я улучшаю комьюнити, я там условно не горю и так далее. Вот горят 9 челов, они не должны это делать. И я еще и покажу всем, что они вот плохие. Я за его контентом не следил, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Вообще решается это просто. Вот есть блэк-лист на то, чтобы не играть с людьми в одной команде. Вот можно добавить еще блэк-лист, чтобы не играть против этого человека. Там человек на 5 условно. То есть блэк-лист, чтобы не играть в одной команде, он на 25 человек, по-моему. И блэк-лист на то, чтобы не играть против этого человека, еще там на 3-5 людей. Вот и травмана просто туда все подобавляют. И все. На этом закончится. Я думаю, что игроки не знают, что играет против Техис. И потому они говорят, если ты знаешь, это легкая игра. Я, кстати, согласен, да. А как нужно против Техис играть? Нужно просто понимать, что делает этот герой. Да. Его просто ты редко видишь в матчмейкинге, поэтому ты как бы не готов обычно... Ты знаешь, благодаря травмана, вот я играю на своих там 3К несчастных, и травмана же смотрит очень много людей, и на моем рейтинге Техис очень часто появляется. Где-то раз в три игры он постоянно залетает, этот Техис. И вот он ходит и ставит свои минки, и ты играешь 70 минут. Против Техиса нужно хорошую дисциплину. Обычно в матчмейкинге это отсутствует полностью. То есть этого вообще не существует, командной дисциплины в матчмейкинге. Вот. И поэтому этот герой как бы вносит какой-то импакт. Но вообще, то есть, если понимать, что он делает, то в принципе плюс-минус можно очень легко обыгрывать на командном уровне. Потому что я типичный, как говорят, плохое слово, но чтобы было понятно, подпивасник. Зашел вечерком после тяжелого трудового дня, так сказать, поиграть в доту. Получить удовольствие. Я захожу, у меня там есть 2-3 игры сыграть, и в 2 из 3 у меня течис. Я играю 70 минут не в доту, а в просто бегание по карте, в ожидании того, пока у меня станет 8000 хп, и меня не на нее убьют. Техиса на какой пик взяли? На первый, на второй, на третий? Ну, течисы сейчас очень часто берут на первый пик, потому что... Ну, его взяли на первый пик, показали тебе Техиса. Возьми героя, который неплохой против Техиса, и играй себе в доту, и получай удовольствие, если ты понимаешь, что делать. А так можно то же самое сказать про Бруду, про Мипа, про Хускара, ну, то же самое. Игорь, я тебе скажу, на пятерке, если увидишь Техис, бери Орак. Если керри, бери Антимаг, Нага, Ликан. Подожди. Если хочешь, против Техиса, лучшее, что можно делать, это закончить за 20. Надо некр 3, надо пайп. Все, закончено. Победа, easy. Легкая победа. Ты назвал героев, смотри. Ты назвал героев. Да. Оракл. Да. Нага. Да. Ликантроп. Да. И антимейдж. Да, если хочешь в лейт. Вот, Нага и антимейдж. Антимейдж это еще плюс-минус герой легкий. Что там, прыгаешь и бьешь, правильно? Что там думать? Но у тебя фрифарм, потому... Вот. Но Оракл, Оракл, на Оракла нужно задрачивать. Мне, например, лень. Как и 99% людей, играющих на 2-3К. Фурионом поиграй. Да, Фурион и Фармишнайкер 3. А пока. Хорошо. Ладно. Спасибо хоть на этом. Темпуарочкой поиграй. Хочешь что-то будем знать. Плавно перетечем от травомана к рикошету, скажем так, от него. Это организация Форзе, команда Ванскора и непосредственно состав, который пострадал от ситуации с травоманом. Где один из игроков Форзе, разумеется, написал то, что писать нельзя вообще, что бы ни происходило. Написал это в общий, я так понимаю, чат или в союзный чат, неважно. Написал травоману. И травоман пошел улучшать комьюнити на YouTube. И, значит, вывалил все про этого парня, еще за тегл Форзе везде и так далее. И как следствие пострадал целый состав команды. Разумеется, я считаю, что здесь травоман особо не виноват. Ты сам написал все, что ты написал. Во-первых, как вы считаете, стоит ли наказывать состав за плохое действие одного конкретного игрока, где-то там вне рабочей атмосферы? И второе, к которому мы пойдем попозже. Вот именно по первой части. Не, однозначно наказывают не всю команду, а наказывают и игрока. Но мне кажется, в Форзе просто была другая ситуация, в которой бы они и без этого хотели что-то делать со своей командой по доте. Насколько я понимаю, по крайней мере, я могу быть, конечно, неправ. Потому что в такой момент он бы не повлиял бы причиной наказать всю команду. Это не имеет никакого смысла. То есть 100% это не являлось причиной, почему ребята разошлись. Форзе и команда их по доте. На мой взгляд. Потому что действительно наказывают конкретного человека. То есть как виновата команда в том, что у них парень такое пишет. То есть они могут повлиять, как команда сказать, не, ну братан, это не делай, ты так не делай больше. Ну да, они могут так сделать. И веди себя нормально, сказать им. Но это максимум, что они могут. Я тоже думаю, надо штраф на много игрока, кто виноват, а не на целую команду. Поэтому я не верю действительно в эту информацию. Что это... Если Даня говорит, не токсик в пабе, зачем меня штраф? Алло, блядь. Верните мои деньги, меня, алло. Где мои деньги? А вообще вы часто встречали в своей практике, ну Даня, понятно, у него особо выбора нету, чтобы сравнивать. А вот, Леброн, ты часто встречаешь, например, в контрактах, если ты ведешь какую-то команду. Дисциплинарные какие-то вещи, а вот в паблике не гореть, например. Это... Я не увидел такой пункт. Ты хоть раз видел такой пункт? Ну, в паблике, конкретно в паблике пункт нет, но там есть пункт, как компанию, как, сказать, фирму. Презентовать? Да, 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 так. То есть ты не должен делать что-то, что может навредить имиджу. Да, да, да. То есть это есть. Хорошо. Тогда, значит, за это как бы тоже можно наказать. Все верно. Просто я не особо читаю контракты, их особо никогда не видел толком. Да тут не надо никого наказывать. Как бы люди, ну, должны быть адекватными и не делать, ну, настолько такие поступки. То есть писать что-то про родителей, кого-то, это вот просто самый низкий поступок вообще, который можно сделать условно, но это вот делают, не знаю, ну, совсем неадекватные какие-то ребята. То есть невоспитанные абсолютно. То есть ноль воспитания какого-либо. Если ты такое видишь, что твой тиммейт делает, то ты просто как бы быстро пытаешься повлиять, разумить. Нет, давай, братан, ты так делать не будешь. Это правильно совсем. Хорошо. Заканчивая тему с фарзами, вот Ваня, хорошо вам известный, он скоро, он написал, вот, например, я не буду там вдаваться, я по памяти скажу. В общем, организация условно не купила игрокам фен. Фен я имею в виду, конечно же, устройство, которое сушит волосы. Да. Вот, не купила фен. И это как вот аргумент в пользу того, что вот не совсем организация заботится там об игроках, что даже фен не может купить. Как вы считаете, вот что должна делать организация для игроков, чтобы игроки были ей довольны, например? Я понимаю, что это обоюдная вещь, что игроки должны тоже делать что-то, чтобы организация была довольна. Но вот обращаясь вот к истории с феном, вот на самом деле, как это сюда смешно звучит, история с феном, это... Что игрокам нужно от организации? Я понимаю, что, Даня, ты сейчас как бы владеешь организацией, и ты игрок при этом, у тебя такой диссонанс. Но вот, Леброн, что игроки должны от организации получать, чтобы чувствовать себя хорошо? Ну... Как игрок команды профессиональной. Нормальные условия. Когда ты на буткамп, надо нормальная кровата, компьютер, еда. Ну, как сказать, нормальные условия, не знаю. Фен, окей, фен. Если у меня не был фен, я бы сказал, Даня, купи меня фен, алло, блядь, где фен? Если Даня не купит фен, я на Reddit, на Reddit, напишу пост. Я и сказал, у нас нет условий, как работать, алло, как... У меня нет фен, я не могу само... ложь и волосы играть, Даня, как на... наушники, на... мокрые волосы, алло. Не, игроки просто избавлены сейчас, если честно. То есть, я вспоминаю времена, когда мы там играли, ездили на буткемп и так далее, там, какие фены, еще чего, вообще никакая речь об этом не шла. То есть, там, мы чуть ли не на полу могли спать, и нас все устраивало, потому что, как бы, мы не ради условий играли, мы играли ради побед, в первую очередь. То есть, это все, что нас волновало. Вот. А так, ну, как бы, я считаю, что игрок просто сам должен позаботиться о том, чтобы у него все было, вот, и там, узнать какие-то вещи. Но согласен с тем, что фен даже на съемных квартирах обычно есть всегда в комплекте, как бы, это такая вещь, что попросить его достать, не проблема должна быть. Ну, это мелочь какая-то, я не знаю, то есть, почему столько внимания этому. Я просто знаю, команду. Вот у нас фен есть. У нас все в порядке с этим. Значит, я знаю такую команду, как Nopengolier, была такая команда замечательная. Вот. И эта команда прошла на мейджор в Китай с трехкомнатной квартирой в Хрущевке, где по кухне бегали тараканы и где каждый день питались чуть ли не в Макдональдсе. Значит, и никаких проблем, и команда прошла на мейджор. Главное, желание, в моем понимании. Ребят, вот тут новости были интересные. Сначала Булк ушел из Steam Virtus.pro, затем Ваня Артстайл ушел из Xtreme, то есть, до этого Арзик ушел куда-то, откуда-то. И вот у меня возникает вопрос. Все конят куда-то тренеров. Все тренеры откуда-то куда-то ушли, а у нас тренера до сих пор нет. Вопрос, как решается проблема отсутствия тренера, проблема ли это в принципе? Подожди, а вдруг у нас тренер есть, но об этом люди не знают? Я для этого это и спрашиваю. А мы, может, хотим это втайне оставить? Ну, надо сказать, что у нас есть тренер, но мы вам не скажем, есть он у нас или нет. Потому что людям нужно знать, кто за нас болеет, поддерживает, кто следит за нами, что команда не стоит на месте, что что-то происходит, что-то развивается. Вот тренера взяли. У меня есть ответ. Про тренера я бы не говорил, да, условно? Пусть это будет тайной, да? Когда надо будет, мы скажем. Но могу сказать, что могу сказать? Что ты хотел сказать? Вылетел из-за секундочку. Ох, тупая голова. Что я хотел сказать? Леброн, пока он думает, что у нас с тренером? Что у нас с тренером? Где тренер, Леброн? Где он? Тренер будет скоро, я думаю. Тренер очень нужен. А, вот, хотел сказать, ребята, что тренер это не панацея, потому что не всегда тренер способен порешать вопросы. Это кажется, вот придет сейчас тренер и все решит. На самом деле, люди должны быть трудолюбивыми, хотеть сами улучшаться, работать, прогрессировать. А тренер, он как бы, он может помочь в этом вопросе, да, условно. Если игрок сам не будет стремиться к этому, то ни один тренер ему не поможет. Это нужно хорошо понимать. Потому что у нас, возможно, в комьюнити такое мнение, что вот сейчас придет тренер, он себе проблемы порешает. Но это далеко не так. То есть придет тренер, он может помочь решить проблемы. Возможно. Вот. Но при этом игрок сам должен хотеть работать и двигаться вперед, скажем так. А вот скажи, можно ли поднять мораль в онлайне? Вот есть тренеры, которые отвечают за стратегии. Есть тренеры, которые отвечают за мораль. Вот в условиях, когда ты играешь только онлайн, потому что не будет ланов и не будет буткемпов и вы лично не можете общаться. Можно ли влиять на мораль в онлайне? Мне сложно ответить на этот вопрос, но могу сказать, что мне кажется, что за мораль больше отвечает, может быть, психолог даже. Ну, хорошо. Наличие, вот сейчас наличие психолога будет актуальным или нет? Вот в условиях онлайна. Команды. Очень многие команды имеют психологов. Но в ближайшие месяцы и даже, может быть, год мы будем в онлайне играть. А может даже больше. Не знаешь, что будет дальше. Человек воспринимает информацию намного лучше, когда он общается с живым человеком. Понятное дело, не в онлайне. Но в условиях, когда у тебя нет другого выбора, то что делать. Леброн. Ну, думаю, может помочь. Муран. То есть даже в онлайне? Да, если он хорошо говорит и думает, как надо говорить. Каждый игрок different, блядь. Каждый игрок по-разному. Надо общаться по-разному с каждым игроком. И как команда, тоже, как коллектив, говорит, ну, а если ты тренер. Тренер не надо... Ну, тренер приходит и говорит по макру, по микру и все. Но тренер надо говорит и по мотивации, и с игроком, если какие проблемы там. Помогает решать конфликты? Да, и конфликты, и по моралу, и мотивация, и по игре, и все. Если надо помогать в жизни, или как менеджер, как, не знаю, как мама, все, тренер, все. Тренер надо быть все. Ну, видишь, у каждого, возможно, разное мнение по поводу тренера и представление о том, что должен делать этот человек. В том числе у зрителя, скорее всего, тоже своеобразное какое-то видение. Ну, или слушателя, правильнее сказать. Ладно, ребят, у меня закончились с вами темы. Вы очень, конечно, ребята интересные. Давай еще что-то обсудим. Спасибо, игрок. Спасибо, игрок. Игорок, ты плохой игрок. Это неправда. Ну, давай, Игорь, скажи, Даня? Не, я у тебя хорошо. Хаалфлайф. Игорь неплохо играл вчера, реально. Какой хаалфлайф? Алло, бляд, говори по Дэни Херопул. Что надо тренироваться? Блядь, блядь, мы это все уже обсудили. Мы в прошлом... Мы в прошлом... Сколько Даня сработал? Сколько Херопула поднял? Сколько ты, Даня, Херопула поднял? У меня на высшем уровне стали. Смотри, был Пак и Марс, сейчас, ты его видел? Посмотри. Ноль узлов. Я билды знаю. То есть мы это выкладываем, да? Нет, это нельзя выкладывать. Хорошо играешь. Даня, у тебя дома есть... У тебя дома есть Virtual Reality. Понятно, что у Сербы нету. Он живет в ней. Вот. Ладно, Half-Life... Как он правильно? Half-Life? Алекс? Алекс, ты в него уже поиграл дома аж. Прям. Рассказывай. Рассказывай нам, нищебродам, у которых нету, Virtual Reality дома. Ну, что-то так сразу грубо, нищебродам. На самом деле, я купил HTC Vive, вот как только... Мы в 2013-14 на International нам дали Valve попробовать. То есть, для игроков была возможность попробовать виртуальную реальность. Мы попробовали, и я понял для себя, что все, блин, как только смогу купить эти очки, я куплю. Вот. И они, значит, вышли в предзаказ, я там их как-то заказал через Америку, в общем, непросто это было все сделать. Привезли мне эти очки, вот. И, ну, я дома чуть поиграл, понял, что, в принципе, игр особо нету в виртуальной реальности. Ты особо не, ну, не поразвлекаешься. То есть, это такое развлечение на один раз, можно сказать. То есть, я раз, ну, два раза в год, наверное, играю в виртуальную реальность по-хорошему. И игры вроде бы выходят, но очень медленно. То есть, там появляется Beat Saber какой-нибудь, еще что-то, еще что-то, вот, по чуть-чуть. А Now, Valve сейчас вот именно сделали игру, которая вот прям суперкрутая и того стоит, Half-Life Alyx. И то, что вы видите на стримах, и то, что вы видите на видео, это, поверьте мне, вот небо и земля по сравнению с тем, что вы видите внутри этих очков, то есть, то, что вы ощущаете. Я поиграл всего 40 минут, но еще не было времени нормально поиграть, на самом деле, с командой, там и так далее. То есть, я всего 40 минут, пока побегал, вот, после подкаста, наверное, еще поиграю. И за эти 40 минут, вот, я получил столько эмоций, сколько я, наверное, ни от одной игры не получал за долгое время. Я просто, просто нереально кайфовал. Погрузился полностью. Она как-то напоминает вторую, холстку первую. Да, однозначно, однозначно. То есть, вот, понимаешь, ты попадаешь прям вот в другую реальность, другими словами и не передать. Это нереальное ощущение, это просто кайф. Но первое впечатление у меня просто next level, у меня просто вынесу голову серьезно. И очень хотелось бы, ну, я понимаю 100%, что за этим будущее, однозначно, вот, 100% за этим будущее. Вот, и очки будут усовершенствоваться, и джойстики, все-все-все. То есть, возможно, когда-то в будущем оно будет похоже. Вы смотрели игрок номер один, или там, player one, или как там оно бывает. Вот, вот что-то наподобие, возможно, оно действительно будет в будущем. И игр будет намного больше, вот. И это первая полноценная, офигенная, крутая игра в виртуальной реальности, вот, от Valve. Мне прям не терпится реально поиграть, посмотреть, пройти. Вот, пока просто надо время найти. Ладно, ребят, пора нам с вами закругляться. Вам нужно идти тренироваться, правильно? Сэр, подкастом. Спасибо всем, что слышали. Будем работать, стараться. Увидим, если новый керри нам поможет. Ну, и тренер. Но будем работать. Спасибо, игрок, за подкаст. А я отдельное спасибо еще хотел сказать опять же всем, кто нас слушает и всем, кто за нами следит и болеет, поддерживает. Ребята, вам огромный респект, сердечко, обнимашку. А также огромное спасибо Rivalry за то, что дают нам возможность делать то, что мы делаем. Спасибо, что слушали, ребята. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok